Техника интересная, но она очень много, очень много теорий. Итак, друзья, если вы помните, на открытии клуба 187 БЖЖ, новой локации, команда Лимагомедова, не было БЖЖ. В этом, может быть, и была прелесть самого открытия этого клуба, там, праздник джиу-джитсу без джиу-джитсу, это было здорово. Но для того, чтобы снять немножко БЖЖ и еще больше присмотреться к клубу Лимагомедова в некой тишине, в работоспособности без суеты и праздничных блесок, мы заехали к Али. Кстати, мы сейчас находимся в тайной комнате, очевидно, эту комнату вы не видели в нашем репортаже. И здесь планируем записать, ну, несколько очень важных штук. Изначально мы хотели записать что-то вроде, ну, да, пару техник, коронных техник от Али Магомедова. Но поняли, что пару техник – это слишком мало для ТОСа, что-то в этом духе, да? И пара техник – это все-таки слишком мало для Али Магомедова. И Али поделился с нами большим таким объемным концептом, объемным концептом по работе в открытом гарде. По сути, он будет раскрывать свои секретные техники. Частично эти вещи вы могли видеть на его предыдущих семинарах, которые у нас выкладывали в свое время в сети. Но сейчас они доработаны концептуально, ошлифованы и, ну, вот, прям заточены под то, что стать, чтобы быть еще круче, еще более эффективной. В итоге, тот материал, который мы сняли, не уместится в рамках одного видеоролика. И мы разбиваем это видео на несколько частей. Скорее всего, это будет три или четыре части. Это будет не только концептуальная, теоретическая часть джиу-джитсу. Это будет не только практическая, то есть техническая часть, где Али будет рассказывать нюансы своих секретных техник. Но и некоторые разговоры с Алим Магомедовым на те или иные темы касательно джиу-джитсу, не касательно джиу-джитсу, о жизни, о клубе, о бизнесе и вообще. И так, дорогие друзья, вас приветствую. Это канал Али Магомедов и Тайная Комната. Сегодня мы будем показывать с моим новоиспеченным черным поясом Алексеем Кулагиным. Мы будем показывать Open Guard от Али Магомедова, как я играю Open Guard, какие у меня есть принципы контроля соперника, основные атаки и защитные действия. То есть, в принципе, я попытаюсь вам полностью рассказать и разобрать на детали Open Guard, которым я пользуюсь очень успешно. Итак, друзья, весь мой Open Guard строится на том, что я работаю, естественно, ну, Guard это работа снизу, я работаю снизу, таким образом контролирую соперника. В идеале это всегда два захвата обеих рук, то есть захват с одной руки, захват с другой. Но мы не говорим о Spider Guard, это не принципиально подвязано к тому, что мои ноги будут в бицепсах. Сейчас я буду показывать более понятно. Любая борьба всегда начинается со стойки, и мой Guard, соответственно, тоже начинается со стойки и с Pull Guard. У меня Pull Guard всегда абсолютно одинаковый. Я правшая, я люблю правой ногой перевистое. Правой рукой я всегда люблю хватать вот здесь. Я не люблю левой рукой хватать, не люблю другой захват. Сейчас я объясню, почему. Потому что мой Pull Guard выглядит, например, так. Я хватаю, затягиваю, и я таким образом затягиваю, что он всегда подходит ко мне. Соответственно, у меня левая рука моментально сразу оказывается в галерине. И мне не нужно думать, что мне здесь хватать. В целом, начало это всегда вот такое. В идеале, потом, когда уже работаю весь Open Guard, это работа с одним рукой, работа с другим. В целом, это вот такое. Самое идеальное положение моего Open Guard, это какая моя нога у него в линии сгиба. Напоминаю, линия сгиба – это пространство между коленем и грудью соперника. Это то место, куда мы проходим в гарт, соответственно, где мы отсекаем колени от груди и фиксируем. То же самое, ну, сейчас просто пример, ложись. Это линия, где человек сгибается. Вот он здесь. Если я иду сюда и не отсекаю линию сгиба, его колено передо мной, гарт и проходит. Соответственно, мне нужно сделать вот это действие, отсечь его колено от игры, и это не дает нам проход в гартах. То же самое в маунт. Мы садимся в маунт, мы отсекаем линию сгиба. По сути, маунт и закрытый гарт – это одна и та же позиция, только, ну, верх ногами, да, понятно? Соответственно, если смотреть не геометрически с точки зрения вверх и вниз, а просто отношение тела моего по отношению к сопернику. Суть моего гарда в том, что это как маунт. Мое преимущество над соперником заключается в количестве конечностей, которыми я играю против соперника. У меня две ноги, две руки, и когда я отсекаю линию сгиба, ноги соперника практически не в игре. То есть тут преимущество у меня в том, что я могу маневрировать, я двигаюсь, я своими руками контролирую его две руки, а своими двумя ногами могу делать дополнительную работу, а он не может. И вся его задача как раз, по сути, освобождает руку, начинает добавлять ногу, чтобы его ноги вошли в игру. Когда он обходит ногу, мои ноги становятся вне игры, и теперь он своими четырьмя конечностями меня уже раскатывает, контролирует и уже впоследствии выходит на болевые. По сути, даже тот же болевой рычаг локтя, это работа двумя ногами, двумя руками. Он своими ногами контролирует мою руку, как и руками, и делает излом. Он изолирует одну мою конечность от остального тела, и она уже не справляется с количеством конечностей и, в принципе, с мускулами, которые дает соперник надо мной. То же самое, там, треугольник. Я своими ногами убираю его руку, закидываю, и все, у меня четыре моих конечностей на его одну руку и голову. Понятно, что если просто простую арифлетику включить, у меня здесь преимущество, в идеале я всегда здесь выиграю. А это сейчас очень абстрактно, непонятно к чему, я потихоньку буду, поэтапно все рассказывать. Начинаю просто с принципа. В целом, работа в открытом гарде, это работа четырьмя конечностями. То есть, это не может быть, что он вот так вот как в гарде лежит, ноги не работают, ну, я всегда проиграю. Чтобы выиграть, мне все время нужно колени держать у груди. Мои колени у груди, это моя закрытая линия сгиба. Если я буду играть вот такие гарды, он пройдет не слайсом, или просто даже он, просто не слайс сделает. Все, мои ноги не в игре, понимаете, я не могу их включить. Он уже в супер доминирующем положении по отношению ко мне, и я начинаю проигрывать. Я вообще не люблю работать хапгард. Для меня хапгард это уже практически проигрышное положение, потому что меня оттуда начинают мучить, проходить. И моя концепция, самое главное, почему для меня она проигрышная, потому что моя концепция уже перестает работать. Вся моя концепция построена вокруг того, что я изначально работаю гардом, хватаю, работаю открытый гард. Как видите, первую заплату у меня здесь на руке, потому что чаще всего мы встречаемся с правшами. Правши очень любят идти правой ногой вперед, поэтому по сути почти у всех голорима вокруг этой ноги и строится. Эта рука, как и эта нога, она передняя, она всегда у нас в легком доступе. Почти все, вот самые простые проходы начинают с того, что он кладет руку сюда, рукой хватает мою ногу и обходит. Соответственно, эту руку добыть вообще не проблема, она у нас всегда будет. Если мы работаем голоримом вот здесь, мы всегда можем схватить и уйти сюда. Вся проблема добыть вон ту руку. И это целый, скажем, ну, вы должны развивать себе навык. Я сейчас объясню, какие действия вы должны уметь делать, чтобы не давать сопернику, во-первых, сразу вас пройти, защищаться. И в итоге, да, и в итоге, в итоге, в любом случае приходить к тому, что мы контролируем робот-зархлад, срываем. И теперь, когда у нас два рукава, и мы контролируем нашего соперника, мы имеем полный доступ к тому, что он нас не может пройти. Я знаю, что его две руки здесь. Что бы он ни делал, пока его руки в моих руках, они не держат мои ноги, соответственно, он не может меня пройти. То есть, это контроль. Для меня самое главное вообще, когда я работаю в гарт, гарт на сути это завязать соперника. Лишить его динамики, лишить его возможности вас быстро проходить. Дальше уже обрабатывать, смотреть, можем мы поймать его на треугольник, можем мы ломать его осанку, или можем мы его сделать просто свит. В первую очередь, это завязаться. То есть, не так гарт не работает, что я еще не завязал, сделал прыгнул там, переворачиваю. Это фантастика, такого не бывает. Но пройти гарт в темпе, когда только вот я прыгаю в гарт, он сразу проходит очень даже можно. Ну, в целом, это не сложно, потому что вот, что он прыгает гарт. Вот моя самая главная задача того, когда он прыгает в гарт, это не давать себя завязать, пока мои ноги динамичные, и пока он не схватил мою вторую руку, проходить гарт. К слову, даже, почему я работаю в позицию, он пусть затягивает меня в гарт. Сразу скажу, что вот если он затягивает, 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 вам дать закрыть, я всегда располагаюсь вот таким способом, потому что если я сяду на колени, он закроет гарт, а если он закроет гарт, он всегда свободно может схватить две руки. Соответственно, я уже в любом случае буду мучиться и проигрывать. Первая, самая главная задача, это не попадать в закрытый гарт. То есть, вот он меня затягивает с этим захватом, он пришел сюда, он может работать, говори ему, он может работать, что угодно. Вот эта рука для меня, это ключ к победе. Без нее, если он ее возьмет, мне уже очень сложно будет проходить, потому что все проходы, закинем его ногу сюда, да, все проходы связаны с тем, что мне сначала нужно перебороть его руку. Он, возможно, сильнее меня, или я уже достаточно утомился, что не могу работать, после этого я начинаю проигрывать. Поэтому изначально, если я сюда попадаю, как бы он со мной не работал, первая задача никогда не давать контроль задней руки. Я не боюсь, что здесь будет треугольник, потому что от треугольника мое правое колено меня спасает. Даже если вы думаете, что здесь у меня закинет треугольник, закинь, 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 закинь. Ну, я защищен. Мое колено меня спасает. Если я вот здесь, нет, я уже проигрываю. Соответственно, я быстро, я расскажу вкратце, почему важна вот эта рука, и как человеку снизу развить себе навык того, чтобы хватать эту руку. Если вы боретесь с таким человеком, которым вы затягиваете гард, и он падает в закрытый гард, это вообще ваш легкий клиент, вы будете легко его обрабатывать, контролировать две руки, и в целом полдела, чтобы его выиграть, вы уже сделаете. Соответственно, я здесь, держит он мою пятку, или держит он мою вторую руку, не имеет значения. Я в любом случае этой рукой буду находить эту ногу, стараться поднимать эту сторону и проходить гард. Свободная левая рука, это всегда свободный доступ к его ноге, что бы он ни делал. Соответственно, если я контролирую его ногу, я легко ее могу начинать проходить. Соответственно, смотрите, то, что я сейчас рассказываю, вставай. Я затягиваю, вот мы стоим, я смотрю, затягиваю, пришел сюда. Ну, понятно, что человек не будет добровольно садиться на колени, чтобы я закрыл гард. Если такое происходит, как я сказал, все уже очень просто. Он может здесь сесть на одно колено, это очень частая история, когда вот сюда садятся. Но на два колена, как правило, не садятся, потому что человек должен пытаться проходить гард. Соответственно, я здесь, первые захваты у меня просто сверху справа, он работает с осанкой, и снизу слева, это два риба. Как я вам сказал, главное, когда я прыгаю гард на первых этапах, это завязать соперника. На первых этапах это достаточно. Как бы он не пытался меня проходить, чтобы он не делал, я так и не иначе с ним завязан, я его держу, могу его устаканить. Потом латаю, перехожу на свою любимую работу. Положение этой ноги здесь, ну, фактически, я не знаю, какой термин придумать, у нас нет термина, для этого мы... Шало лассо. Как? Шало лассо. Типа маленькая лассо, да? Да, не глубокая. Отлично, теперь хотя бы будем знать, а то мы Эль Путини называли, типа, ну, короче, просто прикалывались, не знали, как это называть. В общем, эта история с шало лассо мне очень сильно нравится, потому что я никак полное лассо не люблю заправлять. Потому что тогда мой гард становится немобильным, и сопернику легко подобрать угол, чтобы обойти мой гард. Потому что обход гарда – это подборка правильных углов по отношению к гарду соперника. Он встает, как бы он меня здесь не термировал, я всегда могу защищаться, и самое главное, за счет этого шало лассо мой таз подвижный, и я могу всегда выбирать более благоприятные углы, чтобы контролировать соперника. Соответственно, первое, смотрите, как я и сказал, я понимаю прекрасно, что его рука свободная. В самом начале я даже не пытаюсь ее схватить, я прыгну в свой удар, добываю эту руку. Дальше – это процесс добывания вот этой руки. Как он происходит? Я знаю, что он будет делать, я знаю, что он будет пытаться ее проходить, и если вы ничего с этим не делаете, он рано или поздно у вас пройдет. Здесь несколько этапов есть в ситуации, когда он хватает сразу и убирает, это нормальная история. Вы должны знать, что здесь всегда правая рука вставляется в руку и возвращается в гарт. Без этого движения работать здесь невозможно. Возвращаясь к крему, прыгаем в гарт. Моя первая задача – это говорила, дальше я хватаю, я перехожу сюда. И вы должны понимать, что в самом начале схватки, если это первая схватка или особенно посоревновательная, у человека всегда много энергии. То есть не будет того, что вы легко хватаете и доминируете. Даже с тем же легким я борюсь, но первые 3-4 минуты у меня никаких надежд, я даже иллюзий не питаю, не пытаюсь хватать эту руку. Я ее периодически хватаю, он все равно срывает, начинает меня мучить. Основной контроль осуществляется за счет вот этого. Иногда, когда мне это не нравится, мы можем допускать то, что мы достаем куртку, чтобы у нас дополнительный контроль над правой частью его тела был. То есть тут левая рука у меня всегда работает, либо с пяткой, либо редко с курткой, потому что она либо с пяткой, либо с рукой работает. С курткой в этом случае моя левая рука практически никогда не работает. Но в целом, если бы она хватала куртку, она бы хватала только эту куртку. Правая рука у меня всегда работает, либо здесь, либо с рукой. А так получилось, что правая рука у меня с ногой никогда не работает. Во-первых, она всегда далеко, только исключительно, наверное, если это левша и как-то левая нога вперед встает, возможно, я бы схватил, но это супер редко. 95% случаев это рука работает здесь, рука работает здесь. Либо доварива, либо здесь. Если доварива, естественно, нога здесь. Если у нас спайдер, то нога здесь. Соответственно, пока что мы будем рассказывать про то, как защищаться и как вообще научиться хватать вторую руку. Потом мы рассмотрим разные атаки, и они будут зависеть от того, человек сидит на одном колене или человек стоит. Соответственно, он встает, пытается проходить. Здесь обязательно нужно уметь делать вот это движение. Если мы его не делаем, он всегда будет нас проходить, мучить. И вообще не факт, что мы здесь останемся уже выживать. Потому что в целом, ну вот он сейчас проходит, смотрите, и он просто стоит. Это еще мне повезло, он не дает вес, но здесь еще можно вернуться. Гораздо хуже будет, смотрите, как вообще для меня, как я обхожу этот гад. Я сейчас вам объясню, как вообще я вижу проход этого гад. Да, все, что Леха показал, это классно. Вот это. Но вот здесь вот так ставить смысла нет. Человек всегда правой рукой оттолкнет и всегда, даже руку меня прям толкает, вот, и всегда вернется. Здесь очень важно уметь работать весом. Знаете, как, когда мы а-ля дабл ландер проход делаем, мы вес кладем. Без этого навыка здесь не справиться. Потому что вот эта нога, она такая очень, ну, парит мозги, и она просто вот так одним движением не срывается. Хотя я всегда на отработках показываю одно движение. Ну, в реальности, когда человек прям супер сконцентрирован на работе скомывания, это не работает. То есть, я всегда показываю, вот, захожу сюда, вот так вот темные спихиваю и проходю. Ну, для отработки это классно. Но в реальности, как я сказал, так очень сложно притворить жизнь, потому что, ну, человек будет очень активно работать левой пяткой, как-то не прокатывать. Соответственно, я уже понимаю, что я не буду здесь правой рукой пытаться ничего делать с этой ногой. У меня есть свободная левая рука, у меня свободные две левые ноги, поскольку он держит руку, а не пятку. То есть, если бы он держал на реву, пятку возьмите, да. А здесь все по-другому. Он держит мою ногу, у меня обе руки свободные, проход карта вообще бы устроился в другую сторону, через хаббат. Когда он держит руку, да, мы здесь, мои ноги абсолютно свободные. По сути, пока моя свободная рука, у меня много есть динамики. То есть, если он вот эту руку возьмет, да, вроде бы у меня динамика есть, я двигаюсь, но я никак не могу повлиять на положение его ног по отношению ко мне. То есть, я двигаюсь влево, он со мной двигается влево, и никак проход карта не происходит. Что пройти карта? Мне нужно мое тело по отношению к его телу расположить вот здесь. То есть, обойти его ногу, зафиксировать ленью сгиба. Как я сказал, мы начинаем всегда с того, что мы всегда наши руки держим плоды. Во-первых, это баланс. Во-вторых, это возможность иметь доступ к его ноге, чтобы ее проходить. И теперь, как я сказал, вот эта работа с весом выглядит следующим образом. Я иду сюда, и вот здесь я иду на него. Я весом кладу на него. Чем ниже он находится, тем лучше ему он защищается. Я левой рукой, наоборот, подпираю его наверх. И вот отсюда, под углом, работаю таким образом, что он закинул обратно. Вот. Ему тяжело, ему здесь некомфортно. Рано или поздно, он все равно проиграет, проиграет, проиграет. Я провалю его, и все, и гард осуществляется таким образом. Чтобы этот гард проходить, обязательно нужно уметь, ну, во-первых, здесь уметь не надо, здесь все просто складываем. Дальше кладем вес, рукой снизу, подпираем, дайдем, дайдем, не даем ему упустить. Вот это положение его гарда, оно очень некомфортно, потому что я по отношению к нему сбоку, его гард смотрит туда, и он никак не может вернуть это положение обратно, смотрящий от меня. То есть его фронт гарда не может ко мне вернуться. Пока его гард смотрит на меня, вот он здесь, вот и обе ноги здесь, как бы он на него весом, ему комфортно. Он своим гардом контролирует меня от того, чтобы я клал на него вес. Когда я здесь, я ухожу, смотрите, куда смотрят его ноги, где я. И вот здесь ему уже становится сложно, я продавливаю, продавливаю, и фиксирую проход. Соответственно, понимаете, когда меня так проходит, тут очень важно на предварительном этапе начинать включаться. Потому что если мы проморгаем момент, то он сделает вот суперкомфортное положение, где он уже мне левую руку подпирает, ну, вы проиграете, вам уже придется выживать и возвращать позицию целиком, не факт, что вы ее вернете. Но если говорить за волей, то говорить не так. Вот я здесь, он начинает проходить, но мы пытаемся делать вот это. Мы не даем нашу ногу вот так вот убирать сюда, прижимать, весом на сквозь. Теперь вот, теперь уже тяжело. Чем сильнее он поднимает мою поясницу наверх, тем тяжелее. Вот это уже супер неудобно. Здесь, ну, реально, если только чудом вы уберете его руку с поясницы, а чудес мы знаем практически никогда не бывает, вы спасетесь. Поэтому в целом, вы должны знать, что должен делать соперник, чтобы пройти нас. И тогда вы будете знать, как это защищать и останавливать на предварительном этапе. То есть, когда он нас уже сюда прошел, как отсюда выйти? Да хер вы отсюда выйдете. Человек будет вас контролировать, и все, вы проиграете. Соответственно, здесь, я знаю, что вы можете, но только я все, я сразу с ногой работаю. Я даже не хочу допускать мою ногу вот сюда. Но вы допускаете, ну, всякое случается. Человек может быть очень опытный, очень хорошо со всем этим работать. Приводим нас сюда. Следующий этап. Рука. Фрейминг руки. Соответственно, пока эта рука здесь, я могу всегда создавать пространство и возвращать свою ногу. Может быть такое, что, ну, суперсильный соперника идет. Я вроде держу его, держу его. Теперь, смотрите, теперь мне не нравится, что он ко мне приближается под меня. Я просто создаю пространство и отъезжаю от него. Потому что, если я буду игнорировать это, он пойдет на место. Вот теперь, теперь все. Теперь даже вот, положи, да вот, что бы я ни делал. Смотрите, ты переваливаешься прям в грудь ниже, в таз положи. Вот здесь все. Я вроде ногами пытаюсь толкнуть, но, как я сказал, он здесь. Мои ноги толкают туда, и смысла у никого нет. Рано или поздно у нас пройдет. Поэтому этот момент вы должны учитывать, что здесь позиция резко начинает ухудшаться, если вы не включаетесь. И гораздо важнее на предварительном этапе научиться работать с фреймингом, с восстановлением и вот с этим движением. Это движение крайне важное. Зачастую человек, когда проходит, 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 да, мы возвращаем вот этот момент, один из самых комфортных для того, чтобы хватать твою руку. Именно после того, как мы вас, вот, ставим ногу сюда, ну, очень часто вы видите, что я иду сюда, он прячет свою руку. Да, ничего страшного, возвращаемся в наше исходное положение, где нам комфортно. Но эта вещь, что продолжаться не может. То есть он не может вот так, на протяжении 6 минут, активно и безукоризменно, безошибочно делать проход. Либо он его пройдет, либо он понимает, что да, не получается, он начинает утомляться, скорость принятия решения его падает, соответственно, я могу успеть схватить, и вот если я успею, все, извините. Я срываю, и теперь уже я эту руку не отдам. Теперь уже, смотрите, здесь правый локт с правым коленом держит. Вот это положение, как я сказал, это вынужденная мера. По сути, если его колено от локтя будет подальше, я всегда сюда пойду. И вообще, в целом, я здесь буду работать таким образом, чтобы в итоге сюда прийти. Потому что вот это самый предпочтительный открытый гад, который я люблю работать. Вот этот, это вынужденная мера, потому что он, ну, он как правша, правым локтем с правым коленом, пока у него много сил есть, меня отсюда выпихивает. И я не могу остаться вот здесь в воздухе, потому что моя нога становится уязвимой. Он ее отдавит, перешагнет, и все, и ваш гад закончится. Эта нога вот здесь делается по одной причине, чтобы он просто не перешагнул свою колену мою ногу. То есть, когда она здесь, все, он не может ничего с ней сделать, и, ну, да нет, ну, чего бы у нее, да, мне пофиг. Я просто подстраиваюсь, я спокойно работаю всегда с благоприятного угла под дожили к моему сопернику. Соответственно, здесь он может пытаться захватать мою ногу, но это прям, ну, чаще всего это за что-либо. Потому что, смотрите, то есть, вот так, что он далеко потянет свою руку, чуть ли не на моей стопы, это фантастика. Ну, это вы вообще, вы с таким же успехом можете просто руку не держать. Естественно, вы здесь все время оттяжеляете. Он тянется, мы тянем, работаем. Он доходит до штанин. Я больше всего люблю делать срыв захвата именно в тот момент, когда он пытается его схватить. То есть, я хочу, чтобы он, я не хочу здесь с ним бороться, чтобы я устал. Я хочу, чтобы он систематически тянул, тратил силу на то, чтобы мою руку тянуть к себе. Если он уже схватил, я не могу сорвать, ну, не то, что ничего страшного, но это не так идеально, как могло быть, если бы, вот он тянется, хватает, хватает, вот сейчас срывать. Или опять он тянется, опять срывает. То есть, ваша задача именно в тот момент, когда он думает, что у него сейчас все получится, дергать штанину и дергать руку, чтобы у него не получалось. При этом он полностью потратил энергию на весь этот жест. Это не то, чтобы он тянул, 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 и все, и он даже не пошел тянуть. Я хочу, чтобы он выполнял работу. Я хочу, чтобы он уставал. У меня руки вот здесь себя очень комфортно чувствуют. У меня это движение уже давно работает. Я очень выносливый в этом движении. То есть, мои локти у моих ребер и хорошая тяга рук, ну, у меня это как, не знаю, уже по натуре работает. Соответственно, чем больше я людей вот заставляю это делать, заставляю работать, они-то устают. Он все это время стоит, ну, как вы видите, в такой позе, где ему не суперкомфортно, он неровный, он полукриво стоит, у него утомляются ноги, у него утомляется спина, и у него еще сильнее утомляется спина и руки, когда он вот, он понимает, что у него выбора нет, ему придется бороться за мою штанину. Когда вот я его заставляю здесь работать, да, рано или поздно у него все, руки ослабевают. И не у него, Алексей, у любого человека. Мы все люди, мы все устаем, мы не можем одну тяжелую работу систематически выполнять, и типа, чтобы у нас одинаково это получалось. Чем как бы дольше мы выполняем, тем сильнее мы утомились, наши движения медленные, наши движения медленнее, слабее, и в конце концов, мы уже даже не дееспособны выйти из этого гада. То есть, когда, если я вот так вот заставлю человека со мной минут 10 работать, ну, он уже не будет не способен даже схватить мои штаны, не то, что схватить, и удержать, или пройти. Соответственно, у меня же вся тактика строится вокруг моего опенгарда, что я ее хватаю, я его работаю, я себя здесь комфортно чувствую, утомляю соперника, и когда он утомился, уже все, я начинаю его пытаться. Через себя атаковать, или начинаю на треугольники закидывать. Дальше мои атаки уже, как я сказал, есть две позиции. То есть, он сидит на коленях, он стоит на ногах, но на ногах он может стоять по-разному. Если он на коленях сидит всегда одинаково по отношению к нам, то есть, на коленях, когда он сидит, это всегда моя нога здесь. То есть, нет того, что он сидит на коленях, я здесь, но это нелепое положение, потому что его сразу перевернут. Он, если на коленях сидит, чаще всего это с выдавленным моим локтем, поставь колено, то есть, он выдавливает я здесь, я покажу все это так, отсюда. Но, в целом, я еще раз скажу, что человек стоять может двумя разными способами. Всем понятно, что просто расположение ног разное, понимаете? То есть, вот даже если я здесь, он может стоять двумя разными способами. На параллельных ногах, или все же пытаясь одну ногу держать впереди, другую сзади. Соответственно, сейчас, как вы видите, он стоит на одной ногой типа вперед, другой назад. Но при этом, он меня отсюда не выпихнул, мы рассматриваем стоцию, где я ноги доминирую. Стой на параллельных ногах. Вот, он на параллельных ногах. Свипануть влево-вправо его сложно, поскольку у него ноги как раз расположены под наборы с этой стороны. Но он становится уязвим на движение через себя, потому что ему нечего тормозить. Либо у него есть движение, тормозить движение через себя, коллеги, и тогда я закидываю ноги свип-шипцы, которые я увидел, как успешно Леандро Лома на кинге Корнелли все постоянно делал. Я, в принципе, его начал повторять, и у меня он идеально работает. Принцип простой. Я пытаюсь, я не показываю, я реально делаю вывес, чтобы его свипануть. Он понимает, что либо он, сейчас он не защищается. То есть, я его веду, веду, либо он реально вывешивается, и я его через себя кидаю. Сейчас мы этого делать не будем. Либо, чтобы этого не произошло, он даже, может, не подумал об этом, естественно, реакция. Вот эти колени упираются в меня. Для меня это то, что нужно, я сразу хватаю. Здесь все, если я щипцы схватил, здесь дальше все просто. Колени к себе, ноги наверх, поджемник, и упадать. Сжать колени, колени к себе, и последний фрагмент это обязательно вот это движение. Если этого не делать, посмотрите, что происходит. То есть, да, я его к себе протянул, но он все равно на пальцах ног еще как-то там балансирует. Обязательно вот это движение. И теперь мы вывалим в ногу. Соответственно, при его параллельных ногах у нас две атаки. Это через себя, либо мы начинаем делать через себя, возвращаясь, закидывая ногами щипцы. По сути, когда он стоит на параллельных ногах, я больше ничего не делаю. Теперь, когда я работаю, допустим, даже с ним, я вот это раз 50 ему накинул, он понял, что он в любом случае так или иначе проявляет сил, когда стоит на параллельных ногах. И он такой вот пытается хитрить, чтобы не попасться на те же щипцы. То есть, я пытаюсь вот здесь вывесить его бесполезно, потому что он может одной ногой тормозить свою инерцию от того, чтобы надо мной оказаться. Но при этом у ноги не в том положении, где я могу закинуть щипцы. То есть, он изменил концепцию своей позиции. Понимаете? Там он теперь стоит не на таких ногах, а он вот так вот. Он одной правой ногой защищается от вывеса. И, соответственно, широта его ног позволяет ему не попадаться на свип щипцы. Понятно, да? То есть, смотрите, если до этого было, что он здесь, я закидываю. Здесь становится невозможным первый свип, потому что он работает коленом. И становится невозможна вторая ситуация. Я это принимаю в среднем, и просто мои атаки существенно меняются. Теперь у меня нету доминации над ним вот вывеса к себе или щипцов. Здесь у него другая ситуация. Он очень четко и ясно ставит себя под удар в эту сторону. От него вперед-налево. Где у него нету ноги, у него есть нога сзади с левого и с пенцией справа. И еще одно направление, это противоположное. То есть, грубо говоря, назад-направо, вперед-налево, это его уязвимые места, куда его можно свипануть. А если вкратце, то здесь работает свип ножницы. Ну, понятно, да? Сипкую сюда как раз в то место, где у него нету ноги. Либо, опять же, все, либо одно, либо другое. Я пытаюсь сделать этот свип, а этот свип основан на том, что я толкаю правой ногой, вот тяну правой ногой и лево ногой делаю кик в эту сторону. Ну, то, что я сейчас показал, если на три элемента раздлить, то это раз, два и три. Теперь он понимает, что я его хочу сюда свипануть. Как только вот это происходит, он сразу, я его вывешиваю, он максимально назад-направо оттягивается для баланса. Я хочу его вывесить сюда. Он, чтобы не упасть, оттягивается назад-направо. И я на этом играю. То есть я понимаю, куда его стремить свою инерцию, чтобы не упасть сюда. Я помогаю ему упасть в эту сторону. Как это происходит? То есть вот мы здесь, я пытаюсь сделать этот свип максимально свип, а потом просто дую его руками сюда. Практически весь свип – это работа рук. Можно сказать, эта же концепция у нас будет, когда мы работаем снизу, но когда он сидит на коленях, пока просто давайте запомним. Четыре разные атаки на стоящем человеке. По сути, больше ничего я не делаю. Это если не брать, если не брать вормгард. Вормгард я тоже немножко напомню, я уже вам показывал, но тем не менее пробегусь. Если пока только работа с двумя рукавами, то это параллельные ноги я засыпаю через себя. Я просто максимально аккуратно, чтобы человек не шернулся на голову. Так, естественно, на соревнованиях или складываниях я не сильно церемонюсь. А, ладно, давайте, нам, Алексей, не сильно жалко. Покажем, как это время. То есть я утянул, делаю рампады, я оказываюсь, мало. Второй свип из четырех на его стоячих ногах, это свип, когда я пытаюсь делать ту же самую атаку, выпираться коленей, щипцы. А здесь щипцы могут, если честно, тоже на две ситуации разделяться. Первая ситуация, это я благополучно делаю то, что я показал. Вторая ситуация, он сидит в щипцах, оттягивается назад, чтобы я его к себе потянул. Ну, тогда мы делаем просто. Руками тянем, за счет его же рук встаем. Гениально все просто, если понимать тайминг и как это работает. То есть мы закинули, я его к себе тяну, а он тянется. Все. И встаем, сразу же можно прогреть гад. Это второй свип. Ну, свип со шипцами делится на две версии, но это не суть как важно. Третий и четвертый свип у нас уже от не параллельных ног. То есть он стоял параллельно, теперь он одной ногой вперед лидирует. Здесь все просто. Выбиваемся, свипой вложимся или сюда. Здесь запомните три действия. Если я просто толкаю и тяну, он не упадет, потому что этой ногой я его туда не толкал. И очень многие, кстати, не понимают, что эта нога здесь имеет ключевую важность. Поскольку она является дисбалансирующим фактором. Эти две ноги, это просто они лишают его опоры, возможности опираться, когда я его буду сюда толкать. Очень многие почему-то, ну, я прекрасно это понимаю, но ученики не понимают. Они работают здесь и пытаются сделать этот свип, он невозможен. У нас нет этого фактора дисбалансирующего, это дебилизм, понимаете? То есть как бы я вот здесь сожгнулся. Да, как бы я узнал, но это ничего не произойдет. У меня нет фактора, что я упираю сюда, а это очень важный фактор. Это толкать человека и еще изолировать его от возможности опираться, чтобы он фактически упал. Соответственно, здесь у меня вот это движение. И вот, вот. Движение левой ноги вправо здесь ключевой фактор имеет. Соответственно, это второй свип. Извините, это третий свип. И четвертый свип у нас, это, я делаю все то же самое, вот заставляю, я всеми силами пытаюсь его свипнуть сюда, но уже здесь он не улетел. Я уже понимаю, что, ну, как бы он и не улетит. И тогда мы меняем концепцию на свип. Вот он стоял здесь. Я пытаюсь его свипнуть сюда. Он назад оттягивается, и я его наоборот проваливаю в эту сторону. То есть я играю просто на, ну, как, на противоходе, наверное, или как правильно сказать. Я использую его инерцию, помогаю ему свалиться в ту сторону, в которой он думает, что он защищается. В целом, да, от того направления он защищен. Но он сюда становится уязвимым. И вот чего многие мои ученики, в принципе, ну, я не могу засерковать, я могу говорить за то, с чем я каждый день работаю, с моими учениками. Очень часто они, типа, делают, блин, он защищается, я не могу сделать сил. Это позитивная точка зрения, да, ну, типа, что он защищается, да, он все делает классно. Но у любой ситуации есть как сильная сторона, так и слабая сторона. Соответственно, если он сюда не падает, потому что он силен здесь, то туда он как раз упадет по той же причине, почему он силен от того свипа. То есть он стремится назад, значит, надо класть его назад. Он стремится вперед, значит, нужно кидать его туда. То есть они всегда видно только вот, вот, встань направление, типа, здесь они пытаются вот право, лево свипа, ну, типа, я не могу. Ну, конечно, не можешь, посмотри на его ноги. Здесь нужно свип туда делать или свип сюда. Или я пытаюсь кидать через себя, у коллеги опирается, не получается. Они все видят, что не получается первым свип, но никто не видит, что у них открывается возможность для второго. Ваша главная задача, в принципе, развивать себе, выпрямить, отдохни, развивать себе такие техники, которые, они как бы смежные, понимаете? Одно сразу переходит в другое. Либо, как я показал сейчас, я делаю вот это, он защищается, и он становится уязвим на противоположные движения. Комбинация таких атак, их, ну, я не могу, я не могу их пронумеровать, но у меня их, ну, наверное, как минимум, я знаю, 5, 6, 7 таких атак, которые защищают одно, человек становится супер, уязвим под другое. Вы должны знать такие атаки, только они работают в комбинациях хорошо. То есть, нельзя в комбинациях делать, то есть, смотрите, типа, я делаю один свип, он защищается, и треугольник показал одно, сделал второе. Это чушь собачья, понимаете? Вы должны комбинировать техники, которые напрямую, друг от друга, зависимы и связаны друг с другом. То есть, чтобы не упасть сюда, он становится уязвимым движением сюда. Это смежный свип, понимаете? Вот здесь смежная невидимая стена, которая, он либо падает сюда, либо падает туда. Та же история, вот, абсолютно супер комбинируемая история, это вот через себя и вот это, понимаете? Он либо улетает через себя, либо становится уязвим под это движение. Есть еще много разных таких моментов, может, там, и с болевыми, и с болевыми на ноги. А, простой пример с болевыми. Вот треугольник, смотрите. Мы закинуем треугольник, да, здесь все просто. Мы либо его закрываем, все классно, либо он выпрямляется, мы не можем его заселить, закрыть, но он становится уязвимым от болевой на ногу. То есть, эти техники, они, посмотрите, в долю секунды меняются. Либо я затягиваю, закрываю, либо он выпрямляется, не дает мне его затянуть, но становится уязвимым от болевой на ногу. Это тупой, простой пример, чтобы вы просто понимали, о чем я говорю. Комбинация разных техник должна быть, ну, такая, что вы с одной техники на другую переходите вот в одно мгновение. Не то, что, знаете, делали свип, потом чудом каким-то со спины пытаетесь сделать удушение. Так это не работает. Алиса, давай сделаем паузу. Давай. Надо подзарядиться. Давай. Нам тоже, кстати, нужно что-то остановиться. Без перерыва. Люди не понимают, что там реально сложная концепция. Я понимаю, я не понимаю, насколько у тебя хватает дыхалки, чтобы ты 33 минуты не сбиваясь без дублей. Мне кажется, ему еще очень много есть, что сказать. Да, на самом деле мы сейчас разобрали только атаки, когда человек стоит. Как я сказал, еще, ну, наверное, примерно столько же информации. А, нет, мы разобрали, во-первых, защиту, мы разобрали, ну, действия, которые вы должны уметь делать, чтобы, в принципе, то, что я сейчас рассказываю, у вас физически получалось. И из атак, ну, да, мы разобрали атаки, когда человек стоит. И сейчас нам нужно переместиться, когда человек сидит на коленях, что с ним делать. В целом, человек может сидеть вот так, как я сказал. Тут у нас та же сеть атак, это вот атака сюда, атака сюда, атака треугольника. Если он сидит на коленях, соответственно, наш опенгард моментально уже будет переходить с пайдерга. Потому что, если он здесь, он легко манипулируется весом. То есть, если человек на коленях, так просто вы его вот этими легкими движениями уже не будете вывешивать. И вам нужно будет прямые ноги вставлять локти. Я все это расскажу. Короче. Паузу называйте. 35-40% я уже рассказал. Осталось всего лишь 60%. В общем, смотрите нас, следите за анонсами и не пропускайте новые выпуски. Я хорошо получился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова